Добрый день! В эфире Радио Мир Диаметрикс, программа Мимо Нот. Я Евгений Доделев, со мной сегодня Андрей Чернов, и вместе мы будем разговаривать с человеком, с которым лично мне, я очень рассчитываю поэтому на Андрея, очень сложно разговаривать, потому что я этому человеку очень-очень обязан, что называется, по жизни. Я его очень ценю, уважаю и люблю, и поэтому задавать жесткие вопросы будет сложно. Это Иван Иванович Демидов. Добрый день! Сегодня он у нас в качестве председателя президиума фонда содействия развитию современного искусства, хотя мы его многие помним как телевизионного гуру, как человека, который очень многое сделал для развития отрасли. Ну и как телеведущего тоже. Первый вопрос, Андрей, прошу. Я бы хотел спросить, вот когда вбивал в интернете информацию о вас, хотел узнать, написано «российский телеведущий, режиссер, продюсер и политический деятель». Вы бы сами в каком порядке расположили эти именования? Кто вы больше по вашему? Ну, я бы так распределил историю. По человеческому некому ощущению, точнее по применению своему, я, наверное, все-таки продюсер вообще. По некому раскладу жизненному. Я всегда, мне всегда было больше всех надо, и отсюда я, наверное, все-таки политический деятель, да, с детства. Знаете, мой любимый анекдот, один другому хлесть по роже в троллейбусе, он говорит, за что? Он говорит, ну надо же что-то делать. Вот я скорее тот самый, да, который, ну надо же что-то делать. Ну, а что касается режиссуры, это, наверное, мои эстетические приложения, действительно, мне на телевидении, моя страсть и любовь, это была, прежде всего, конечно, профессия режиссера. А журналистика? Нет, нет, никогда я не был журналистом. Это какая-то странная история называть всех, кто так или иначе имеет отношение к медиа, а уж тем более появляется в эфире журналистами. И вот журналист, Евгений Майданович. Ну, я здесь немножко возражу, потому что я помню, что вы строили журналистов. Нет, это продюсер, опять. В принципе, хорошему продюсеру я никогда не разделял точку зрения, что хороший управленец может все равно чем руководить, колбасным заводом или телевидением. Она в какой-то момент появилась на российском телевидении. Это, конечно, не так. Хотя бы потому что продукт другой. Но, тем не менее, да, продюсировать телевизионные передачи, средства массовой информации, да, наверное, есть. Но журналистика, мне кажется, это совсем другой. Там другой путь. Там путь все-таки слова, газета, потом обязательно радио, звук, да, и потом уже телевидение. Вот это идеальный этап. Этап профессиональной подготовки. Я не говорю успеха. Но профессиональной подготовки обязательно. Вот если журналист проходит эти три этапа, то он полноценный журналист. Ну, собственно, да, как бы, поскольку два у меня явно выпало, да, я сразу оказался, да, еще и неживьем, по большому счету, в эфире, то с журналистом никакой образом я себя считать не могу. А как же газета вот Муз, Абос, которого... Это вот скорее вот какие-то разные подтянутые к проекту люди. Ну, Дмитрий Мэндж был идеологом. Причем он был идеологом, насколько я помню, всегда. Да, и как раз вот здесь вопрос о продюсере, когда Александр Михайлович Любимов и Владислав Николаевич Листьев стояли перед Иваном Ивановичем Демидовым на коленях и просили его, я полсвидетельного цены, они обращались как к кому? Как к вождю или как к продюсеру? Нет, известно, что это была шуточная такая как бы сцена, но тем не менее... Это была шуточная сцена, она была связана с тем, что когда начался взгляд, мы были... Мы, это я и покойный Андрей Разбаш, да, мы были некой режиссерской группой, я был там на... Подносил рулоны и учился монтажу, Разбаш уже был полноценным, гениальным, талантливым режиссером. И мы очень любили монтаж, а вообще сидели сутками напролет в монтажных... А поскольку система взгляда была вахтенная, то, понятно, ведущие работали только то с одними режиссерами, то с другими, то с одними, то с другими. И наши бравые парни, о которых сейчас упоминает Евгений Юрьевич, это и Любимов, и Листьев, ну и примкнувший к ним Захаров, они очень точно просчитали свою выгоду. И Разбаш-то они уже тогда, по-моему, подтянули к себе. И действительно в коридоре Останкиных какой-то из ночей бухнулись, даже не бухнулись, они просто спросили, что мне нужно, чтобы я работал с ними. Я сказал, ну, на колени, ну, они встали, в общем, собственно, и все. Вот и менеджерский подход был упомянутый. И в этой связи не могу не задать острый фирменский вопрос. Кирилл Эмильевич Разлогов о чиновниках, которые пытаются руководить, или руководят, вернее, культурой, отзывается как о новых варварах. Имея в виду что, что вот варвары разрушали там всякие античные системы, не понимая их ценности. Не потому, что мы думали, вот давайте мы сейчас вот пришли и здесь вот это вот все обрушим, потому что не видели никакой пользы и ценности. И вы работали в Министерстве культуры, были заместителем Мединского, и в адрес Мединского, и вообще всего клана, так сказать, чиновников, руководящих культурой, вот прозвучало это обвинение, что нельзя культурой руководить с менеджерских позиций. Как вы прокомментируете? Ну, я хотелось бы отшутиться, что, собственно, в итоге варвары мало того, что победили, еще и создали после этого не менее серьезные цивилизации. И можно говорить о неком обновлении, которое исторически все время требуется человеческому роду. Но здесь, мне кажется, постоянно идут некие подмены, иногда в выгоде внутренней, иногда просто ради красного славца, иногда действительно осмысленно, как я думаю, что у Кирилла Емельевича. Я вот о чем хотел сказать. Противостояние творец-чиновник, оно обычно, если говорить по сути, то оно лежит же в чем? Претендует чиновник на художественно-эстетическую и прочие оценки в этом смысле? Является ли он неким экспертом, культурологом, который способен оценить творческую составляющую? Или нет? И, конечно, я понимаю, почему чиновники, которые пытаются оценить то самое, в чем, например, знаток Кирилл Эмельевич Разлугов, вызывают у него, конечно, некую оторопь, особенно, если они принимают какие-то резкие движения. Но отрасль культуры еще и давно является неким, если хотите, именно отраслью, производственной эстетики и неких смыслов, которые потом доносятся до зрителя. И это пространство волей-неволей нужно, как бы это, не корявей сказать, менеджировать, так или иначе. Потому что Кирилл Эмельевич, возглавляя институт, имел при этом еще здание, штат работников, отчетность, просил деньги на ремонт или потом на исследование, ну и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас, конечно, во многом тот самый менеджмент еще берет на себя право, ну, некой общественной экспертизы. Условно говоря, я не готов оценивать эстетическое содержание вашего фильма, но о чем он, я бы, собственно, да, говорит чиновник, хотел бы оценить. И этим нынешнее министерство особо отличается от предыдущих, да, как бы, изводов министерства культуры, потому что, конечно, оно раздает эти общественные оценки, идеологические, будем так говорить, и политические. Да. Но я тоже, в принципе, это записано в, что называется, в инструкции, да, в положении министерства, оно обязано следить за культурной политикой. Идеально, конечно, чтобы при этом оно не переступало вот эти вот художественно-эстетические оценки, да, а держалось в этих рамках, да, своего менеджмента. А можно спросить, по каким критериям обычно вот оценивают такие предметы искусства, кино, литература и так далее? То есть на что опираются, когда смотрят? Ну, я вам скажу, что, во-первых, это предмет, к счастью, в данном случае, к счастью, это предмет, как раз, да, актуальных переговоров. Потому что понятно, и я не боюсь, я не считаю, что это плохо, да, я считаю, что, ну, нельзя, не надо переходить к какие-то там страшные рамки, да, но, в принципе, это нормально, когда государство говорит, мы даем деньги, раз, пресловутый пример, да, Б, мы поддерживаем всячески еще и другими вас, да, у нас есть общественные задачи государства, у нас есть народ, которого нужно утешить, успокоить, развеселить, не знаю, там, да, внушить ему какие-то традиционные ценности. Вы будете это выполнять? Позиция художника, знаете что, дайте денег, идите лесом, государство приводит в некую оторопь. Подождите, как? Значит, мы никак лесом пойти не можем, если, как минимум. Ну, и, в общем, вокруг этого, ну, например, приведу такой пример, там, Союз театральных деятелей и все театральное сообщество в том году выбило, как бы, государство, да, в критериях оценки, там, театров, например, да, ограничение государства оценивает ремонт, доступность, цену билетов, заполняемость зала, да, доступность среды в смысле инвалидов, то, что пресловутый условно называется, если в туалетах бумага, да. И, как бы, этот компромисс, первый компромисс достигнут, да, как бы, довольны театры, что государство не вписало в эти критерии оценки, талант, да, там, и прочие какие-то такие, да, художественные вещи. Государство стиснуло зубы, говорит, ну, хорошо, давайте согласимся пока, хотя бы, хотя бы эти оценки, да, хотя бы эти. Но мы же понимаем прекрасно, что жизнь пойдет дальше, и вопрос к художнику особенно, подчеркиваю, особенно, который хочет опереться на средства и мочь государства. Собственно говоря, а кто тебя будет оценивать, художник? Просто скажи, ты и твоя жена, ты и два твоих друга, история, ну, не очень получится в современном мире так жить. Как? Ну, это предмет разговора. Кстати, очень интересный вопрос про критерии, потому что у очень многих наблюдателей со стороны сложилось впечатление, что критерии следующие. При решении вопросов поддержать или не поддержать того или иного творца, что если этот человек придерживается либеральных взглядов, это хорошо, его надо поддержать. Если он всячески выступает против там внешнеполитических инициатив, допустим, президента, это отлично, это вот этот наш человек, мы его поддерживаем. Если он смотрит на Россию, условно говоря, западным взглядом, что прашка-говняшка, все говно, пьянчуги, отлично, это талантливо, это надо поддержать. И вот многие говорят, опять же, люди со стороны, вам виднее, я хочу спросить у вас человека, который работал в администрации президента, как раз с Сурковым. Потому что говорят, что у Суркова была установка как раз давать деньги исключительно людям, которых принято называть оппозиционерами, но которые фактически находятся у власти с 91-го года. Их называют демократами, сейчас их называют либералами, но люди, которые не очень, скажем так, ратуют за престиж государства российского. Вот такой вопрос. Ничего себе. Это считается вопросом. Нет, сейчас, я услышал, я понял. Значит, поразительная вещь. Мы с вами находимся на Кутузовском проспекте Москвы. Буквально в 10 минутах от нас идет, как он сейчас, Новый Арбат называется, так и называется. Там, например, находится не менее могучая радиостанция «Эхо Москвы». Я думаю, что сейчас там сидят люди, которые говорят, слушайте, сейчас существует такая тенденция, что все деньги идут на Хоругве, на Березке, на работы о прославлении советской власти, Сталина и так далее. И нам, либералам, демократам, не достается от государства ни копейки. Обратите внимание, 10 минут, один город, одна страна. Кстати, если мы говорим про «Эхо Москвы», оно содержится государством. Это «Газпром» структура, которая содержится из налогов народонаселения, которое в массе своей не одобряет установки, которые звучат на этого ресурса. Я могу сказать так, что палка периодически перегибается то в одну, то в другую сторону. По разным, как мне представляется, по разным поводам перегибается эта палка. Сейчас действительно некая либеральная общественность, так ее назовем, в основном предъявляет претензии и министру Мединского, в том числе, и так далее, и так далее, что там целиком, что тоже неправда, да, что целиком отрезаны свободомыслящие демократические художники от поддержки государства, а вот, значит, наоборот, царствуют консерваторы. Да помилуйте, давайте какие-то конкретные примеры назовите. Я могу назвать конкретные примеры. Да, значит, понимаю, что вы можете назвать конкретные примеры. Я еще раз, я же пока просто говорю о том, что разговоры идут и в ту, и в другую сторону. Я думаю, что сейчас, опять, продолжается попытка нахождения некого баланса в этом смысле. Я думаю, что сейчас обозначенный тренд государства на патриотизм, на традиционные ценности, то, что прозвучало в том числе... Как он обозначен? Нет, ну, во-первых, сейчас я вам расскажу, как он обозначен. Коль вы не жили последние годы в этой стране, я вам сейчас расскажу, как мы живем у нас. Значит, первое, есть документы, государственные уже документы, это стратегия развития культуры и так далее, и так далее, где, собственно, это все зафиксировано. Раз. Два, это заключается в том, что, если вы посмотрите последние крупные проекты, поддержанные государством во всех практически так или иначе видах искусства, от выставки Серова до фильмов Никиты Сергеевича Михалкова, от хорового общества, ну и так далее, и так далее, и так далее, вы увидите, что там, по крайней мере, за последние годы появилось резкое идеологическое разнообразие. То, о чем вы описывали, скорее действительно было характерно лет 10 назад. В общем, в этом смысле, скорее люди с либеральными взглядами и по умолчанию, а значит продвинутыми, а значит понимающими в том числе и в современном искусстве, а не вот эти допотопные ха-ха монстры, которые могут только те самые березки рисовать. И получали в основном поддержку. Сейчас это, конечно же, уже не так. Кто-то начинает действительно говорить о том, что совсем перегнули палку, и уже ни один свободный художник типа Кирилла Серебренникова не получает. Хотя Кирилл Серебренников возглавляет муниципальный театр города Мавстан. Поэтому тут в данном случае трудно винить власть. Я считаю, еще раз говорю, что мы прошли разные пути, сейчас ситуация нормализуется. В целом, как мне кажется, как в политике, так и в культуре необходимо, если мы говорим не об эстетических оценках, а все-таки и идеологических, и политических, необходимо, и некое единое правило, нерушение страны и традиций, все остальное действительно может быть поддержано государством. Потому что перекос ни в одну, ни в другую сторону, ни к чему хорошему. Иван Иванович, я просто разперепишу, что вы говорите какими-то общими словами, мне сложно, потому что я наблюдаю за какими-то конкретными движениями. Все, что я вижу, не укладывается вот в ту картину, которую вы видите. Давайте поговорим о примерах. Хорошо, вот смотрите, я просто вот из своих собеседников буду приводить пример, людьми, с которыми я беседовал. Режиссер Рахель Гаус говорит, что после 2 мая в Одессе стало наконец-то дышать свободно. Я, там этих полковников ГРУ, они сами себя сожгли, все прекрасно, замечательно, тут же получает финансирование на свой театр. Земфира берет украинский флаг во время выступления в Тбилиси, там и машет. И она появляется в эфире у Владимира Владимировича Познера на Первом канале, хотя вообще мы с вами знаем, что Владимир Владимирович вообще людей из шоу-бизнеса крайне редко приглашает. Он приглашает только политических тяжеловесов. Сергей Лазарев говорит, что в его системе координат Крым был и остается украинским. И тут же он едет от России на Евровидение. То есть я вижу конкретные примеры, ровно противоположные тому, что вы им говорите. Это вот конкретные примеры. Илья Пинирович, ну давайте тогда разбираться с этими примерами. Первое, отвратительная позиция Рахель Гауза в данном случае, безусловно, я имею в виду политические... А финансируем какие замечательные? Это предмет некой политической и остальной оценки. И, наверное, это предмет в том числе и беспокойства московских властей, поскольку это муниципальный московский театр. Не знаю, насколько это напрямую коррелится жизнью театра, который недавно сгорел и переехал. Но, в общем, в этом смысле бюджетное финансирование муниципальных театров как шло, так и идет. В Москве 86 театров. И, собственно, ничего... Если вы мне говорите о том, что Москва дала... После этой фразы, да, приехал руководитель культуры Москвы и вручил ему чемодан денег, то да, я бы поинтересовался. А если вы говорите о том, что театр продолжает бюджетно финансироваться, а что должны прямо сразу после этого... Я не знаю, я не знаю, как важно. Значит, это первое. Примеры Земфира, который то берет флаг, то теперь с матом от него отказывается на гастролях. Вы не до конца его фразу слышали. Вообще, вообще к финансированию культуры государственного отношения никакого не имеет. Как, впрочем, и не имеет позиции в данном случае, да, как бы журналиста Познера, который зовет себя по традиции, как он всегда объявляет того, кого хочет и говорит о том, чем хочет. И это, в лучшем случае, проблема Первого канала, который, опять же, в этом смысле, к позиции культуры не имеет никакого отношения. Но про шоу-бизнес Сергея Лазарева и всех остальных людей мне остается только достаточно прискорбно, поэтому буду сказать. Но я, насколько слышал недавно, и Кинчев Константин тоже заявил, что в Крым он пока не поедет, пока не определится некий статус Крыма. — Андрей, кстати, вы ведь фанат Алисы, по-моему, мне кажется. — Ну да. — Вы подскими, пожалуйста. — Скорее я ожидал бы, например, от... Может быть, я что-то путаю, я не хочу наговаривать. Я бы, скорее, ожидался вроде бы другая позиция. Согласитесь. — Я бы хотел вставить небольшую ремарку, вспомнить событие немножко годовой давности. Мы сейчас обсуждали Земфиру Лазарева. Фильм «Левиафан» Звягинцева. Не совсем понятная ситуация. То есть, вначале ему выделили средства, часть каких-то государственных, а потом Мединский заявил о том, что средства были выделены неправильно. Вот в чем загвоздка? — Вы знаете, к этому моменту я уже ушел из Министерства культуры. Начиналась история с Левиафаном при мне. У меня действительно был в гостях продюсер Роднянский. С рассказом об этом фильме тогда он даже пытался... Ну и, собственно, я врать не буду, но тогда Алексей, он Александр Роднянский, говорил о некой истории Иова. И даже я ему напомнил, что история Иова не так закончилась. Если ты хочешь рассказать историю, замахиваешься. На что он, в общем, сказал, что это мнение режиссера и так далее. Но это был просто предварительный разговор. К заявке никакого отношения не имело. Все-таки Министерство еще помимо заявок ведет некие разговоры, собирает некий портрет. Что после этого произошло? И в какой степени государство поучаствовало? Врать не буду, не хочу подписываться. Не думаю, что государство фактически помогало всему фильму во всем объеме. Но, во-первых, я еще и при этом напоминаю, что когда мы говорим государство, мы подразумеваем экспертный совет при Министерстве культуры, состоящий из кинематографистов, знатно кинематографистов. Посмотрите, пожалуйста, это все вывешено. И, наверное, в том числе там было распределение. Поэтому я вот, да, я считаю, что Левиафан это, будем так сказать, ну, я скажу так, мне фестиваль устроенной Треберки после Левиафана, который поддержал, скорее, просто это место, которое якобы фильмом было проклято, гораздо больше по душе, чем сам фильм. Ну, а если, еще раз говорю, то, что я сказал продюсеру Роднянскому, а если они собирались снять библейскую историю Иова, то она не так заканчивалась. Вы не могли бы подробнее рассказать про сам фонд развития современного искусства, как он будет работать и кому будут эти деньги выделять? Значит, во-первых, сразу деньги. Вот видите, у вас фонд, это сразу выделение денег. Правильно, вот видите, это так, это вот, да, как бы. А вы говорите чиновник. Это, конечно, уже не чиновники, а общественные. Я не знаю, что, разное важно для художника, хотя мы можем все действительно там свести к такой поддержке. Значит, фонд развития современного искусства, институция, которая будет, которая занимается развитием современного искусства. Согласитесь, уже неплохо. Вот, мы будем смотреть на все виды искусства, театра, литература, кино, изобразительное. Моя задача, да, ну, я не буду скрывать, да, как писали уже коллеги, я это подтверждал, что фонд создан при поддержке Кремля. Соответственно, это некий, в том числе, посыл, как Совриск, и его исчитал, как некий посыл для... Ну, кто-то пугается, что это какая-то надзорная система, кто-то, зная меня, все-таки понимает, что это, скорее, площадка диалога с такой важной... Я действительно считаю, что это важнейшая сейчас сфера искусства, современное искусство, которое претендует и небезосновательно на вообще портрет будущего. Это не может не интересовать власть, да, по определению. Ну, и, соответственно, да, как бы всех, кто в это вовлечен. Таким образом, сейчас я, прежде всего, знакомлюсь с отраслью, да, что она из себя представляет в России. Интересно, понятно, многое понятно. Интересно, много идеологических и эстетических проблем, вопросов, перекосов. Ну, перекосов, с моей точки зрения, боже упаси, я сейчас не ставлю оценки прямо отрасли совсем. Вот. И мы выбираем... На этот год мы, собственно, только открылись, но сейчас уже подходим к проектной части. В изобразительном искусстве мы сейчас с такой могучей государственной организацией, как Росизо, в апреле пригласим вас всех в павильон номер 66 на ВДНХ, где, собственно, откроем, да, первую изобразительную выставку из архивов Росизо и современные художники. То есть это будет такой сложный микс, да, как бы с представлением, какие картинки, с какими картинками прожила страна последние сто лет. Вот. С СТД мы готовим несколько проектов вокруг театральных пьес и вокруг театров. Ну, то есть, короче говоря, подход примерно такой. Мы не приписываем себе самонадеянно знания о современном искусстве, фонд не приписывает. Мы ищем специализированных и сильных партнеров и вместе пытаемся помочь Сувриску проследить какие-то тенденции и в том числе, да, как бы непосредственно, да, изыскать вам, если это необходимо, изыскать средства для художника. Ну, просто когда мы говорим о деньгах, то иногда художнику ужасно важно, например, выставиться. Просто выставиться, да, просто показать себя, да, в этом смысле. То есть, много других еще форм поддержки. Ну, то есть, вы ищете художников... Да, ну, фактически мы просто уже давно, ну, по крайней мере, пока по отрасли объявили, да, все флаги в гости к нам, и к нам уже, да, уже начинаются вот эти потоки заявок, я такой, я секой, послушайте меня. Еще, конечно, это не кастинг, прослушивание в голос, но, в общем, уже знакомство с отраслью идет. И как их оценивают? Есть какая-то комиссия специальная? Ну, пока, во-первых, в президиуме нашего фонда возглавляет его Евгений Миронов, да, у нас там есть и чудесный Тимур Викмальбетов, и Сергей Минаев, и Борис Любимов, ректор Щепкинского училища, то есть там представлены, да, как и Джаник Фазиев, и Ольга Свиблова, и Василий Церетели, то есть там представлены, в общем, достаточно эксперты, не мне чета, что называется, которые действительно подключены к этой работе. Плюс, еще раз говорю, когда ты делаешь что-то вместе с Союзом Театральным Деятелем, то тебе не надо на себя вешать вот тот самый менеджмент телевидения или журналистики, да, тебе не надо при этом, да, кучить глаза и говорить, я же хорошо разбираюсь в пьесах. Нет, просто разбираюсь, а вот есть люди, которые хорошо разбираются. А вот если, допустим, молодой там художник, ну, актер и так далее, хочет вот заручиться вашей поддержкой, поддержкой вашего фонда, что он должен сделать? Я вот, ну, просто был на сайте Фонда развития современного искусства, там пока никакой информации нет. Как о вас узнать? Ну, значит, это действительно по-прежнему пока сайт, там, может, для начала можно написать о себе, но мы в ближайшее время, я хочу полностью переделать сайт и сделать, собственно, из него практически платформу, вот именно гостевую платформу, когда человек может практически разместить все свои работы и многое о себе для того, чтобы для начала просто познакомиться. Ну, я еще раз говорю, поскольку мы созданы только осенью, вот сейчас мы начинаем подходить, я вообще, Евгений Юрьевич знает, я человек системный, неторопливый и тяжелый, я так медленно спускаюсь с горы, но так, чтобы уже подготовить примерно все. Это хорошее, они будут спускаться с горы для тех, кто знает, и думаю, что оценили посыл, который продвучал. Насчет спуститься с горы. Еще с ними переспросить? Ты хочешь еще раз повторить? Нет, я просто думаю, что, может быть, все-таки надо Андрею... Пожестнее вы спросите, вот такой. Нет, как-то объяснить, вы же перечислили фамилии людей, которые там в вашей команде. Мне для того, чтобы кажется, чтобы молодой художник был замечен вами, то он, ну, во-первых, он должен сделать что-то действительно высокохудожественное, допустим, прибить текстикулы гвоздями к краю, к брусчатке. Это он сразу, так сказать, будет оценен и замечен. Замечен, да, вот оценен. Да, а во-вторых, он там должен что-нибудь сказать, ну, типа там, типа, нам, Надежда Савченко, президент Российской Федерации. И тогда он точно, мне кажется, будет вот людьми, которые вы... Я же за этими людьми наблюдаю, пусть сбухи... Верничаетесь. Да я понимаю, что вы говорите. Да, это правда. Это правда. Я, единственное, что... Ну, поскольку в данном случае политические акции я эстетическим произведением не считаю, и поэтому... Нет, я про конкретные фамилии. Вот прозвучали конкретные фамилии. Ну, мы же наблюдали, да, допустим, вот недавно в Вильнюсе, да, был форум, который стал там построить Россию после Путина. Вот, ну, там даже все эти люди, они... Ну, тот же Артемий Троицкий, он с тем же Церетель, они ближайшие, как бы, соратники во всех своих начинаниях. Так, ну, Евгений Юрьевич, давайте... Да, вы... Давайте мы... С Виблова, опять же. Как-то так... Нет, просто чтобы... Вот Андрей же задал вопрос, чтобы действительно мы не дезинформировали молодежь. Молодежь понимала, как она должна себя позиционировать, чтобы получить помощь. Да, значит, по Вашей вере, если молодежь хочет прибивать что-то свое к чему-то чужому, да, как бы, она... Я бы ей порекомендовал в нашем фонде поддержки не искать. Ну, просто так, чтобы сразу было ясно. Это раз. Во-вторых, Евгений Юрьевич, мы с вами прожили долгую жизнь, и у нас разные друзья. Сейчас мы все больше и больше их начинаем ценить, старые споры уходят. Да, остается некая, все-таки, больше человеческая история. Василий Церетерий и Ольга Своимова возглавляют государственные учреждения, да, как бы, и пытаются проводить некий... Конечно, так тоже, как и Рейхельгаус, кстати. Да, совершенно верно. В этом смысле. Я понимаю всю сложность неких поисков, и я понимаю, почему при этом, да, как бы, сразу и тот, и другая, и, да, как бы, однозначно оценили поступок прибивающего человека, да, как не художественный поступок. А вторая часть людей из отрасли считает это высокохудожественным поступком. Так, в этом и есть, собственно говоря, некая наша жизнь. Если бы, не думаю, что кто-то из причисленных мной и вами людей, да, пригласил бы прибивать в свое учреждение кого-то к чему-то, это раз. И вторая история, как мне представляется, другое дело, что за всем этим полемическим пафосом я бы, скорее, молодому художнику сказал вот что. Я другому поразился. Вот сейчас, например, Василий Церетели совместно с ГЦСИ, это Государственный центр современного искусства, да, как бы, мы ожидаем проведения в Москве в июне биеннале молодежного искусства. Сейчас не буду говорить о том, что, собственно, там будет представлено, но на мой вопрос, каким образом собираются, и там действительно, вот на сайтах, о чем вы говорили, да, было написано, что подавайте заявки, потому что, собственно, система очень простая, да. Ты подаешь заявку, сходите на свои работы, и куратор выставки отбирает или не отбирает, да, как бы, эти работы. Так вот, проблема, ну, то есть, не проблема, но, тем не менее, достаточно, очень трудно спровоцировать подачу заявок. Тут же еще, как ни странно, поразительные вещи есть, да. Кто-то сам самостоятельно, да, в России мучается, не знает, куда пробиться, но при этом он же, да, не подает заявку на это биеннале. Вот здесь, вот, если честно, да, как бы, то, о чем говорил Евгений Юрьевич, мне понятно, да, и политически, и идеологически понятно. И за этим мы, грубо говоря, будем следить, да, и понимать, и стараться понять, или, по крайней мере, точно выразить свою позицию, если она, и если кто-то переходит какие-то границы, чтобы просто обозначить свою позицию. Меня гораздо больше волнует вот эта история, да, когда не найдешь, да, просто не найдешь. Я просто рискну предположить, что маленькое количество заявок, возможно, молодыми художниками расценивается как, ну, вот, если они обратятся в этот фонд, то это обязательно политизация культуры, то есть, обязательно как-то связано с политикой. Слушай, давайте мы так, да, как, все свободные люди в свободной стране хотят бояться, пускай боятся. Либо, ну, так невозможно, да, либо ты хочешь, да, чтобы от тебя узнали люди. Они не то, что боятся, они стараются держаться в стороне от политики, просто насколько этот фонд, он политизирует искусство, то есть, проходящие через него люди кем-то... Ну, вот только что, вот только что Евгений Юрьевич вам сказал, что члены президиума Фонда развития современного искусства, да, часть из этих людей, он считает, да, как бы, сильно либерально настроенными, окрашенными. Ну, я вообще считаю, и вы, 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 и вы. Ну, не без вашей, ну, или, не скажем, не без нашей помощи, власть в стране пришла к людям, которые тогда назывались демократами, сейчас они называются либерациями. Михаил Владимирович Леонтьев и очень многие журналисты, которые изучали экономику, утверждают, допустим, что правительство Российской Федерации на протяжении последних десятилетий все свои движения экономического, финансового характера совершают в интересах нашего стратегического партнера Соединенных Штатов Америки. Ну вот я не разбираюсь в экономике, но существует такая установка, что в принципе наш истаблишмент вообще в целом сориентирован на Запад вообще и на Америку в частности. И культурологический тоже, я вам подтверждаю, конечно, да. По двум простым, по трём, по четырём простым. Во-первых, вот мы, когда делали тогда телевидение, мы же тоже, собственно говоря, все 10 лет первые ушли на то, чтобы просто скопировать то, что делают там. Просто потому что мы были отрезаны от информации, нам ужасно нравились все форматы. И это не плохо, не хорошо, это просто, да, когда ты работаешь с профессиональными историями. Вопрос заключается в том, да, и заключался для нас, и, к счастью, наше телевидение, к счастью, да, то большое телевидение, я не беру новости, это, да, как бы, какие-то специфические вещи, я беру большое телевидение, да, как бы, если мы правильно понимаем термин, это одинаково. То, то большое телевидение при этом, как Пётр Первый, да, отправляя за рубеж, говорил, укради образование, привези на Родину, так, и в этом смысле мы, да, когда я ходил, впервые попав в зарубежные телестудии, да, отколупывал краску и смотрел, сколько, да, как бы, расстояние от ведущего, да, как бы, я понимал, что я ворую. Я привозил, но дальше я искал своих ведущих со своими проблемами, но помещал их в технологию, да, условно говоря, в этом смысле западного печатного станка без печатного содержания. Скульптур происходит чуть-чуть по-другому, потому что, собственно, конечно же, прежде всего, вся культурная составляющая, и софриск, и современное искусство, кто самое, да, как бы, естественно, было целиком сформировано, практически на Западе, и пришло к нам, как некая новинка. И оно, конечно, пронизало все новые поиски, практически всю работу культуры. Это правда, да, другое дело, что мне просто кажется, что достаточно, мы уже все знаем. Вот теперь мы можем говорить и о своем в новых формах, и о чужом в новых формах, а не только о чужом в новых и старых формах. Ну, в последнее время, если честно, складывается впечатление, что мы немножко свое искусство противопоставляем западному. То есть, например, кто-то там на купюре 100 рублей, да, увидел там детородный орган и поднял шум. Недавно я буквально был вот на выставке картин Босха, узнал, мне очень понравилось, узнал о том, что правительство Москвы собирается запретить рекламу его картин, как нарушающие моральные ценности. Тоже, это тоже какая-то крайность, мне кажется. Ну, мы вообще люди крайностей, страна крайностей, время крайностей. Мне кажется, что не надо бояться этих крайностей, вопрос только в том, чтобы они все время в хорошем смысле длились, а вот какая-то крайность не поставила точку. Я примерно могу себе представить, что имеется в виду, когда анонс выставки Босха с какими-то фрагментами, очевидно, попадающими чуть ли не уже под наш уголовный кодекс, формально попадающими с детородными органами или еще с чем-то, вызывает некое у чиновников справедливость. И должен вызывать у чиновника, минуточку, минуточку, это что такое? Извините, это попа. И выходит, что в Москве она висела. Я не виню этого чиновника, у него может быть даже функция такая. Вопрос только, кто принимает решение, снимать эту попу или не снимать. Там дальше действительно, очевидно, должен не этот чиновник, а какой-то следующий. Например, в департамент культуры передается этот вопрос на согласование. И департамент говорит, что это попа Босха. Понимаете, ничего страшного, что она повисит на московских остановках. Ну, как-то так, по крайней мере, для меня важно, чтобы вот это вот все решалось. Потому что вот это вот звериное оскал несогласия всеми со всеми, это еще хуже. Это правда. Вот это я глубоко убежден. Я сам по себе, по духу консерватор. И в общем, конечно, наверное, по эстетическим предпочтениям вырос на некой классике. Я не скрываю, это ничего нет. Но я точно знаю, какие потрясающие возможности и поразительные произведения выходят из-под пера деятелей современного искусства. И, что называется, сам их видел, и понял, и ощутил. Поэтому просто говорить, что все современное искусство надо прямо закрыть. Но при этом, да, и не пускать, но при этом и считать современным искусством, и считать современным искусством исключение приколачивания тестикул к Красной площади, это вредит и современному искусству, и традиционному искусству, и всем нам. Поэтому как найти этот баланс, некий, не смешать все в единородное, а баланс контрастов и конфликтов? Вот где-то там, мне кажется, ответ. Вот вы сказали, что вы консерватор. Тогда вот скажите мне, вот беседовала я с другим консерватором Антоновой фамилии, человек, который в искусстве у нас понимает все там, человек авторитетный. И я вот привел известный очень пример, когда говорят, что если художник подошел к двери, наложил кучу, потом нажал на кнопку, то это, ну, на телефонный звонок, это инсталляция. Если он сперва нажал на телефон, ну, вернее, на дверной звонок, дверь открылась, и он потом наложил кучу, это как перформанс. И я ожидал какой-то от нее реакции. Она сказала, что, в принципе, изменились действительно, вот, как Андрей сказал, критерии. Что действительно, баночка с экскрементом, это действительно уже искусство, и надо вот это принять и понять, что это пришли какие-то новые формы. Может быть, вы как консерватор, я как консерватор, чего-то не понимаем действительно в современном существе? Во-первых, точно многое не понимаем. Во-вторых, мне кажется, нужно абсолютно спокойно относиться к тому, что мне ведь важно, вот знаете, опять от обратного, да, а тут я в одном уважаемом учреждении профильном, да, услышал вариант, что, ладно, мы разбрались на, конечно, такое современное искусство. Все, что сегодня сделано, то и искусство. Я говорю, значит, если есть физиологический обзор, придет к вам с новой песней, и скажет, ну, новое сейчас сделано. Они говорят, да, что-то какая-то слабоватая позиция. Вот, в связи с этим, в связи с этим, больше того, ведь, говоря о совриске, обычно идеологи совриска, такие базовые, они говорят о том, что мы, вы, наверное, слышали это сочетание, мы новые смыслы, мы новые формы. И тут я своим консервативным умом думаю, ну, про новые смыслы-то они торопятся, потому что даже если предполагать под новыми смыслами иногда какие-то запредельные извращения, то, в общем, и они описаны уже тысячи лет назад, поэтому уж про новые смыслы как-то надо, мне кажется, поскромнее говорить, да, совриску. А вот новые формы, пожалуй, да, да, пожалуй, есть смысл объяснять, потому что действительно, я не знаю, там, вы здесь сидите новое поколение, насколько, да, как бы вам все-таки требуется узнать о чем-то важном, способны ли вы это узнать, если вам просто вот сунуть в руку Библию, сказать, читай, там все написано. Или вам нужно нам, или художникам, найти какие-то формы, чтобы вам легче было это, начать восприятие, да, как бы в этом смысле. Так же, казалось бы, ну, что, проще всего, да, раздай, да, как бы купи 140 миллионов Библии, раздай всем. Через неделю, оказывается, все знают, что такое добро, зло, да, и так далее, и так далее. Не выходит, да, значит, не выходит, значит, не получается. Я не считаю, я понимаю корни акционизма, я понимаю. Там, скорее, нравится мне, не нравится Дэвин Херст, ну, впечатляет, но тоже, скорее, не нравится. Это человек, который эту акулу, да, Маринова? Да, да, но опять, это же никакие не критерии, я же не оцениваю современное искусство, как некий руководитель современной искусства страны, после чего оно закрывается, да, как бы, и... Нет, я просто в данном случае как частное лицо говорю, что-то мне действительно... А что-то, типа, баски, мне очень нравится, да, как бы, просто вот прям, да, как бы, глаза отвести не могу. Вот, и я понимаю, что, вот, мне интересно тогда, когда новая форма, во-первых, всегда, говоря так, о чем-то очень важном, всегда, потому что иначе, ну, просто бессмысленно, да, тогда просто шансон слушайте, что-то с шашлыком. И второе, ну, и для меня, как и для консерваторов идеально, чтобы это важное было в рамках, ну, как бы, великой традиции. Великой традиции. Ну, это уже совсем вкусовое мое. Я не претендую здесь ни на что. Вот. Я не уверен, что любая форма может говорить о важном. К вопросу экскрементов. Просто не уверен. Вот и все. Знаете, вот здесь в студии присутствует... Ну, а бытовой это просто противно. Я понял, да. Мои студенты из института телевидения и радиовещания Останкина, они не дадут не соврать... Имени вас, я надеюсь. И уже. Имени нашего Останкина. Они дадут не соврать, что я всегда говорю, что Иван Иванович Емидов – это великий и недооцененный новатор нашего телевидения, создавший в середине 90-х ТВ6, который был самым трендовым. Это же правда. Ну, лаборатория он был. Хороший, добрый лабораторий. Вот, действительно, скажем, я не... Ну, потому что... Где все хорошо. Не написаны книги, не сняты боёпики. Один и две. И в этом контексте у нас время уже стекло. Последний вопрос от господина Чернова. У меня, на самом деле, их несколько. У нас времени осталось, поэтому один. У вас была разнообразная карьерная дорога. Всё-таки, чем вы за всю свою жизнь, за жизнь своего карьерного пути гордитесь больше всего? Мне не стыдно, не просто не стыдно, я ужасно счастлив, что вы дал мне сделать такие разные проекты. И вот ни за одного из них мне не стыдно. Ни за один из них. Я рад, что у нас практически не прозвучало слово «моза-босс». Ни разу, потому что вообще многие... Иван Иванович уже помнит, как рулевого. Большое спасибо за визиты, за разговор. А под конец у нас прозвучит музыкальный блог, который я на свой страх и риск подобрал сам. Стравинский, я надеюсь? Нет, это Бибап. Группа Винцы Полсо Макарни. Большое спасибо, Иван Иванович. Спасибо. Спасибо.